друзья привет я сейчас нахожусь в парковой зоне городская черта слышен шум автомобилей и я снова не надел меховую защиту на свой рекордер записываю без него и послушаем что у нас с вами получится почему я решил включить здесь данный рекордер ну вы наверное слышите поют птицы да пока не громко пока не сильно на улице еще прохладненько достаточно температура где-то 5 9 градусов тепла накануне было еще холоднее так вот у нас получилось но иду в парке и вот этот вот эти щебетания это птичья радость мне захотелось этот момент поймать не надел ветрозащиту потому что нахожусь как бы в самом парке и здесь такой вот как бы и кустарничек и все и ветер есть он действительно есть если вот я голову подниму и кроны качаются и все если выйти на такой спокойную на открытый участок там уже естественно будет без ветрозащиты невозможно здесь же вроде бы как наверное должно получиться плюс ко всему очень медленно передвигаюсь ну и для тех из вас кто только начинает пользоваться рекордерами тоже такое небольшое напоминание хочу сделать свой мобильный телефон я переключил в режим полета а еще лучше вообще его выключать потому что бывает такое иногда что возникают наводки и запись испорчена да если это какие-то ключевые фразы какие-то какой-то диалог нужно послушать конечно вы услышите но фраза будет испорчена давайте немножечко птиц послушаем вот вы наверное слышите а я сейчас стал спиной к ветру потому что какой-то порыв образовался и я действительно выхожу сейчас на более открытый участок наверное будет ветром его задувать вот сейчас бежит человек бегун и мы послушаем сейчас послушаем шаги движения вот вы наверное слышали и велосипед вот было на меня конечно народ смотрит с недоумением что это делает такое ходит в какую-то коробочку говорит но так таким образом записываются блоги так это происходит в этом есть своя радость свои особенности кстати сегодня для поддержания физической формы я прошел ну наверное километров больше десятка если кому-то интересно и кто в нижнем новгороде вы мне напомните как-нибудь в комментариях или где оптички поют слушайте я попробую по карте измерить это расстояние но и где-нибудь выложу но специально делать не буду я просто знаю что здесь больше десятки и прошел по городу пешком в принципе это хорошо и этот парк являлся как раз сегодняшней моей целью именно сюда я шел чтобы посмотреть насладиться походить побыть немножко наедине подумать о глобальном птицы поют вообще шикарно сейчас это аудио запишу и потом сделаю несколько еще фотографий чтобы у нас с получилась некое такое слайд-шоу под звуки парка под мою речь и для любителей звуков птиц кто иногда пытается идентифицировать или собрать звуки пожалуйста у вас будет это запись кто захочет можно какие-то звуки отсюда вырезать и ими наслаждаться сейчас немножко пройдусь по старой пожухлой листве с прошлого года давайте тоже эти звуки послушаем и еще раз хочу повторить что сейчас записываю без ветрозащиты да она у меня с собой да я знаю что нужно с ней но я таким образом экспериментирую для меня это важно потому что ситуации бывают самые разнообразные когда очень быстро достаешь рекордер что-то быстренько включить пока звук идет не успеваешь и не защиту эту надеть все что просто знать и осознавать как будет вот сейчас легкие порывы ветра идут я конечно стараюсь с микрофонами встроенными так располагать устройство чтобы сильно не задувал ветер но может и будет посмотрим мне повторюсь самому это интересно сейчас уже выхожу на участок прохожу рядом где чуть побольше людей и скорее всего на фоне будут слышны тоже их голоса но это парк это город этого не избежать особенно когда пользуешься хорошей техникой можно спокойно подключать петличный микрофон но петличка она не возьмет всю полноту звуков это тоже следует четко понимать и осознавать друзья в этом тоже есть свои моменты свои особенности и именно поэтому поэтому в городе записать какой-либо монолог находясь один на один с собой это не так просто это сложно потому что заходят люди разговаривают люди тоже гуляют отдыхают это нужно учитывать как вариант или пройти в какой-нибудь участок или в утренние часы полетел 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 или в утренние часы или же вы идете например уже поздно вечером когда большая часть людей уже разошлись по домам все но тоже есть свои особенности не всегда это удобно но уже у нас уже у нас с вами более почти 15 минут запись идет и на мой взгляд вроде бы как все получается и хочу еще такой момент отметить сейчас когда в парк заходил мне больше нравится звук частично конечно я видео снимаю все но вот звук мне больше нравится и нравится фотография но фотоаппарата сейчас у меня нет я его еще пока не купил это очень и очень дорогая такая вот игрушка для кого-то это инструмент для зарабатывания я пока до этого уровня не дошел поэтому для меня это как хобби как игрушка но увидел в парке тоже человека с профессиональной оптикой тоже такой взрослый парень ходит фотографирует ловит кадры интересные не знаю может быть тоже как хобби может быть как бизнес это у него но сам факт того в того что люди стараются заметить красоту увидеть интересное увидеть хорошее это тоже радует у каждого свое хобби свой интерес и вот лично для меня особое удовольствие когда вот так вот ходишь что-то записываешь там аудио видео без разницы фотки делаешь телефоном а после когда приходишь домой и смотришь материал его там как-то обрабатываешь еще что-то и замечаешь какие-то интересные моменты какие-то интересные оттенки того чего ты не видел в процессе записи это особый кайф это особый интерес у меня такое бывает не часто но бывает и действительно это вот ну это непередаваемо вот вы слышите как ветерок сейчас пройду по камушкам резяду в такой получился небольшой фото-аудио подкаст я выключаюсь, сейчас сделаю несколько фотографий для слайд-шоу, ну и все, иду дальше, пока всем